Когда мне говорят, что такое марш несогласных, пойдете ли вы, ребят, идут люди совершенно разные, когда идут... Вы у нас все с чем-то несогласны. Одни не согласны с тем, что ущемляют права геев и лесбиянок, другие не согласны с тем, что у них плохо подметаются улицы, третий не согласны с тем, что у нас плохие дороги, четвертый вообще не согласен с тем, что убрали милиционера вот с этого угла, и теперь у него за пивнушкой мужики ссут. Поэтому что получается? Когда они всей толпой выходят и идут, и каждый машет своим лозунгом, то непонятно, ребят, по поводу чего вы здесь собрались. Когда у вас рядом идут коммунисты, фашисты, русофилы, допустим, русофобы, юдофобы и юдофилы, то не очень понятно, до чего может договориться эта толпа и чего она хочет. Я думаю, что надо... Любые реформы в стране все-таки должны происходить естественным путем, путем выборов, путем создания, допустим, большинства в каких-то органах, типа Думы и так далее, принятия толковых законов, хорошо сформулированных и правильно организованных. А так толпой выйти сейчас и махать флагами, ребят, давайте все-таки будем реалистами, ни к чему хорошему это не приведет, кроме как к какому-то усилению гражданской ненависти.